Сегодня президент Беларуси Александр Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Таджикистан для участия в саммите ОДКБ, который Душанбе принимает завтра. Планируется, что президенты Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана рассмотрят более полутора десятка вопросов. Речь в частности пойдет о проекте соглашения о сотрудничестве государств-членов организаций в области перемещения воинских и других формирований, перевозок их движимого имущества, а также продукции военного назначения. И уже сегодня вечером Александр Лукашенко встретился с Амамали Рахмоном. Два лидера обсудили белорусско-таджикские отношения и наметили приоритетное направление сотрудничества. Из Душанбе репортаж Ольги Макей. Душанбе в переводе означает «понедельник», а все потому, что несколько веков назад здесь проходил Великий Шелковый Путь, и именно по понедельникам собирался Большой Базар. Символично, но именно в первый день недели Душанбе встречает белорусскую делегацию. Борт номер один из Минска приземляется в Душанбе ближе к вечеру. Разница во времени между столицами всего два часа, поэтому долгая климатизация не предвидится, чего не скажешь о разности температур. В Таджикистане продолжается лето на термометре плюс 30. Александр Лукашенко в Душанбе уже бывал не раз. В начале нулевых президент первым из глав стран Содружества посетил Таджикистан после бушевавшей здесь в 90-х гражданской войны. Тогда политики поставили подписи под важным договором о дружбе и сотрудничестве между странами. На вертолетах облетели разные районы республики. В следующий раз белорусский лидер в Душанбе бывал спустя 10 лет. Тогда уже были подписаны крупные контракты и соглашения о долгосрочном экономическом сотрудничестве на десятилетия вперед. Зная об увлечениях Эмамали Рахмона теннисом, Александр Лукашенко подарил ему ракетку Виктория Азаренко. Политики тогда сыграли партию. В Минск не раз прилетал и лидер Таджикистана. В мае 2014-го президенты договорились о создании совместных производств. Конечно, Александр Лукашенко и Эмамали Рахмон чаще видятся на саммитах СНГ или ОДКБ. Да и повод для этого визита белорусского лидера все же заседание Совета коллективной безопасности. Оно намечено на завтра. Сегодня политики встретились, чтобы сверить часы и в двусторонних отношениях. Товарооборот пока 35 миллионов долларов. Потенциал не исчерпан. Стоит активнее налаживать деловые контакты. Я благодарю вас за эти силы, за ваше восемь единство. Дарья Петрович, все порядочно. Вы ждете гостей. Это трудностно. Я также хочу, чтобы вы поздравили с прошедшим праздником. Я скажу, что я объясню, что мы сегодня празднуем вас. Сынительный праздник, который мы зависли. Сынительный праздник, который мы зависли. Сынительный праздник, который мы зависли. И, конечно, приходит сюда и вытекает наследие, вместо этого года. Это не просто удается. Вы мужественно борете за вид, упокой в своем государстве. Я вам желаю успехов. И, конечно, мы должны делать все, что нужно почувствовать в безопасности. Вы должны знать, что в нашем широком роде, знаете, что за дыхать тем в наших отношениях не начинается. А мы сельское хозяйство, добровольство, способность, строительство, добровольство, правительство, правительство. Мы все, что мы можем, и все, что мы можем, и все, что мы можем, и все, что мы можем сделать. Мы все, что мы можем, и все, что мы можем, и все, что мы можем. По всему успеху, и все. Таджикистан – самое небольшое государство Средней Азии. Население чуть меньше белорусского, почти 8,5 миллионов человек. Для страны, где 93% территории – это горные вершины Памира и Тяньшани, есть проблемы с развитием горнодобывающей инфраструктуры. А ведь в Таджикистане сотни месторождений. И по залежам серебра республика – лидер в регионе. На добычу полезных ископаемых работают и белазы. В планах поставки в республику грузовиков минского производства для восстановления регионов, пострадавших от селевых потоков. 7 сентября главой государства принято решение о том, что Таджикистану будет оказана гуманитарная помощь в виде поставки белорусских самосвалов МАЗ. Я надеюсь, что когда наши таджикистские партнеры увидят, что же такое на сегодняшний день автомобиль МАЗ, наше сотрудничество в этой сфере резко возрастет. Пятая часть вдоль ВВП страны – сельское хозяйство. В первую очередь выращивают бахчевые, фрукты и, конечно, хлопок, благодаря которому развивается текстильная промышленность, а это тоже возможность для кооперации. У Минска и Душанбе взаимные интересы в поставках техники. Три дилерских центра по продаже белорусских тракторов уже работают. Трактор «Беларусь» остается основной сельскохозяйственной машиной в республике Таджикистан. И это очень приятно, потому что 90% рынка – это действительно белорусские тракторы. Был даже такой интересный случай, когда правительство Японии выделило грант на закупку сельскохозяйственной техники правительства Таджикистана. И победителем тендера был признан трактор «Тойота». Премьер-министр Таджикистана написал письмо премьер-министру Японии, чтобы итоги тендера были пересмотрены, и победителем были признаны тракторы «Беларусь». Белорусская здесь есть даже во Дворце независимости. Вся мебель в десятках залов, где Мамали Рахмон принимает гостей, пинского производства. В магазинах «Белорусская молочка» продается здесь и бытовая техника минского производства. А это предприятие «Монополист» на таджикистанском рынке по производству пенного напитка. Тахмина Курбанова хоть и не похожа на пивовара. Главный технолог на заводе. В руках белорусский солод. Именно из него здесь выпускают самое популярное пиво. А сотрудничество с партнерами из Брестской области рассказывает с присущей южанам эмоциональностью. Объем продаж увеличился, как только мы перешли на Белсоу. Мы работаем и с Россией, и с немцами, и с поляками. Мы берем запчасти, мы берем насосы, мы берем комплектующие, мы берем сырье. Единственное, кем я довольна, это немцами и белорусами. Я знаю, что я не останусь без солода, я знаю, что не останусь без картона. То есть, если бы вы делали хмель, который мне нравится, я бы вас и хмель брала. Если бы вы делали, я не знаю, насосы, которые стоят у меня на заводе, я бы вас и насосы брала. Я, конечно, никого не хочу обидеть, но прежде всего это пунктуальность. То, что знаешь, люди не подведут. Тем временем столица Таджикистана готовится к саммиту. Город украсили флагами стран-союзников. Впрочем, для душанбинцев жизнь своим чередом, за исключением пробок на дорогах. Здесь усилили меры безопасности посты ГАИ на всех ключевых перекрестках. Для проезда кортежей здесь перекрывают главные улицы. В повестке завтрашнего саммита полтора десятка вопросов. Речь пойдет об управлении КСОР и базировании авиационных сил. Среди документов на рассмотрение президентов проект соглашения о сотрудничестве в области перевозок воинских формирований. Политики определяются и с бюджетом организации на следующий год. Обсудят и итоги проверки коллективных сил оперативного реагирования. Кстати, внезапные учения КСОР в мае прошли именно в Таджикистане. Конечно, перед странами УДКБ появляются новые вызовы и угрозы. Как на них реагировать, какие необходимы шаги, это обсудят завтра. Помимо встречи шести президентов, совместные заседания проведут главы оборонных и внешнеполитических ведомств, а также секретарей совбезов УДКБ. Ольга Макей, Юрий Тиханович, агентствователь новостей, Душанбе, Таджикистан.